Ее рабочий день начинается в 8 утра. И едва надев халат, она уже ставит задачи персоналу или решает проблемы пациентов. А их всегда хватает. В городскую поликлинику за помощью обращаются до 900 человек в день. И у многих возникают вопросы, за ответами на которые они идут к заведующей. А двери этого кабинета всегда открыты. И не важно, приемный день или нет. Всегда, пока я на месте, всегда не ограничивается доступ для пациентов. То есть мы всегда готовы выслушать людей, что они говорят, чем они довольны или недовольны. Елена Паркина – врач в четвертом поколении. Отличница медицинского вуза. Она всегда мечтала быть врачом. Но не просто врачом, а одним из лучших. И у нее это получилось. Придя в поликлинику Анапы участковым терапевтом, она сразу завоевала любовь анапчан. К ней на прием стали записываться пациенты даже с других участков. Слава о чутком и отзывчивом докторе дошла и до руководства города. В 2011 году Елене Александровне предложили возглавить амбулаторию «Станица Анапская». Конечно, это был большой кредит доверия. Но у нее получилось его оправдать. Пока я работала в амбулатории номер один, мы открыли дневной стационар. На три коечки, небольшой, но очень нужный для населения. Появились там узкие специалисты. Появился кардиолог, появился эндокринолог. Достаточно большая работа проведена. Но, опять же, это не только мои заслуги, а заслуги всего коллектива, который там работает. С коллективом повезло и в городской поликлинике, заведующей которой ее назначают в 2015 году. Елена Александровна признается, если бы ненадежные старшие товарищи и коллеги, всегда готовые подставить плечо и помочь советам, она бы не справилась. А они, в свою очередь, говорят, скромничает ей под силу любые задачи. Ведь руководитель она, как и врач, от Бога. Молодой, энергичный, небезразличный руководитель. Ее взгляд всегда устремлен вперед. Она не дает никому среди своих подчиненных сидеть на месте спокойно. Мы постоянно вместе что-то меняем в работе городской поликлиники, в работе амбураторной службы. Я думаю, что многие видят, что с приходом на должность моего заместителя в поликлинике начались перемены. Замечательный руководитель. Вот сколько она у нас работает, могу сказать, только хорошая. Молодой специалист, умница, порядочная, очень высокоинтеллигентный человек. Большой профессионал, как терапевт и как руководитель поликлиники. За ее пребывание в этой должности в поликлинике очень много было сделано. А сделано и правда немало. Вновь открыт дневной стационар, отремонтировано, оборудовано и приведено к современным требованиям хирургическое отделение, а также терапевтическое отделение, инфекционный блок. Конечно же, одно из главных достижений – электронная регистратура, отвечающая современным запросам и требованиям, в том числе и маломобильных граждан. Пациенты довольны, время ожидания в очереди сократилось в разы. При Елене Паркиной медицина стала ближе и к жителям спальных районов. В третьем микрорайоне заработал филиал поликлиники, а в 12-м открылся офис врача общей практики. В подчинении у молодого руководителя порядка 200 человек. При Елене Паркиной удалось решить и проблему нехватки кадров путем привлечения молодых специалистов. Забота о людях – ее главное призвание. Елена Паркина помнит каждого своего пациента, его историю болезни и выздоровления. По-настоящему сопереживает и искренне хочет помочь каждому. Мою жену лечила много лет. И меня лечит хороший, хороший доктор. Доктор от души, от Бога. Честно скажу, очень хорошая. Она так мила, хорошо, вежливо. Я это приняла и сказала все подробно. Несмотря на активную профессиональную деятельность, Елена Александровна успела выполнить и главное предназначение женщины. Она – многодетная мама. И для нее семья не только не помеха карьере, но и главная движущая сила. В нашем продолжении наша сила. Так же, как и в наших корнях, в наших родителях, бабушках, дедушках, зная свою историю, мы становимся сильнее. Так же и видя, как растут и становятся на ноги наши дети, мы от этого становимся сильнее. И от этого хочется еще больше жить, двигаться вперед. Все ради них, все ради детей, ради семьи и для того, чтобы они были счастливы. Это Вячеслав, средний сын. Старший Дмитрий учится в Кодесском училище Новороссийска. Младшему Алексею всего полтора года. Справляться помогает бабушка. Любящая жена и заботливая мама всегда находит время для семьи. Будто в ее сутках больше, чем 24 часа. Они любят кататься на велосипедах, часто выезжают на природу. Предпочитают активный отдых. Каждый день Елена Паркина личным примером показывает, как можно все успевать, не отодвигая ничего важного на второй план. Ведь работа и семья – это две параллели. Они не могут пересекаться, но и та, и другая должны стремиться к максимуму. Ольга Родина, Руслан Душевский, Александр Кореневский. Анапа. Регион.